Эти розводы, они имеют три этапа. Первый, когда человек сразу по ним видно, что он не в адеквате, или что с ним что-то происходит. Потом есть период 3-5 лет, когда вот и все нормально, ничего такого кажется нам, что не происходит с ним. Он нормальный, он веселый, он мудрячок, он все-все-все-все-все. А потом у него бывает вплоть до самоубийства. Но я не говорю уже про алкоголизм. И бывает третий этап, он более длинный, когда человек вроде живет, 15-20 лет проходишь, он потом берет, всю семью застрелил и сам похоже на самоубийство. То есть это тоже зависит от таких 3 глобальных этапа. И наша задача, ну как бы психолога, но так как вы ближе всего к ней, и вы с ней не ходите по палатам, и вы их видите правильно и знаете, то вы должны знать одно, что задача наша, никто этих мальчиков не будет усыновлять. Никто не будет их забирать себе в мужья, правильно? Они с госпиталя выйдут и идут в другую жизнь. И вот как нам объясняют всегда на тренингах, он ушел с точки А, он был там тракторист, он был на фронте, там все есть только два цвета, черный белый это первое, и он не принадлежит себе, он вообще не принадлежит себе. Он не знает, когда он будет есть, когда он будет пить, он все делает по команде, правильно? И потом он возвращается сюда, обратно к нам. И вот наша задача так его вернуть, так структурировать его жизнь, и так научить его жить, чтобы он 20 лет может быть без нас в будущем. Потому что иначе это будет алкоголизм, шизофрения, психопатические случаи, суицины и все-все-все-все.